Привет, друг! Ты на канале Смотри и Учись, это Миша Егор, и сегодня будем смотреть за медовым паком от Nothing to Say. Этот парень выиграл последний турнир в Киевский Мейджор. Очень крутой игрок, многие считают его лучшим митером. Ну и вообще их команда очень сильная, как роботы играют. Прошлись по всем, в финале вообще 3-0 сыграли. Очень крутые ребята. Посмотрим на его пака. На паке он играть будет против SF от профессионального игрока, это VG Ori. Ну и на паке против SF в миде делать вообще нечего. То есть ни разу не видел, чтобы пак выиграл против SF или хотя бы выходил с этой линии, как с непроигранной в нулину. Ну посмотрим на его примере, как выживать на паке против SF, как играть на этом паке, об этом патче и всем приятного просмотра. Да, всем привет. Пассажири реально хорошую очень игру показали. Прям изначально был уверен, что именно они мажор выиграют, только когда Wildcars прошли, первые игры там начались, они уже всех разваливали. Просто по верхней сетке проехались, просто по каждому, по каждой команде просто жесть какая-то. Мне кажется, если они форумы не растеряют, то также могут и интс спокойно забрать, как мне кажется. Потому что, ну реально, играют они очень круто. Просто китайские роботы какие-то действительно всех на своем пути разваливают. Ну и nothing to say, да. Единственный игрок, который взял 12000 ОМР, которого мы не успели записать, как видите, у него первый ранг. Куча проигроков, опять же, как ты и сказал, причем со всеми этими игроками он на мажоре. Играл тут, смотрите, и Ятор, и Вичи Гейминг, и Тинси Габи. Причем Габи почему-то на Рубике играет в его команде. Ему, видимо, вот этот Сэйлэн Джису не уступил роль. Это парень, который стримит, он вообще русский, по-моему, на Твиче стримит, точно видел его игры, на первой позиции играет. Так вот, смотрите, тут парень просто не уступил Гейби, Гейби роль. Удивительно. Ну да ладно. Еще, nothing to say, один из немногих игроков на паке, кто не в каждой игре покупает Вичблэйд. Просто на мажоре самый популярный билд на паке, это именно Вичблэйды. Не важно, какая игра простая, либо сложная, все берут этот Вичблэйд, но вот как раз-таки Nothing to say, один из немногих, кто любит поиграть с Вейлом. У него были игры, где он просто покупал себе Вейл, какой-нибудь там Айндиск, Даггер. И вот такой более-менее магический пак у него получался с догончиками. Очень много фармил. Ну, эта игра, к сожалению, не такая будет, но все равно тут выглядит все заманчиво. По крайней мере, по составам, очень большие ранги. Еще против Савиджа придется играть. Тоже роботизированный такой игрок. Интересный момент сейчас с руной воды был, он до последнего. Видимо, не видел, что эта руна там отсутствует. Пошел ее брать, ее нет. Ну и также же в начале игры он поставил вард прямо на вражеский хэграунд. С нулевой ломанулся. Только-только экран загрузки закончился. И благодаря этому рассекретил вард СФ, СФ свой вард ломать не стал. И вот Савиджа сейчас поплатился. Также Стики в стартовом закупе против СФ. Достаточно популярная практика тоже. Многие пытаются сначала боттл зарашить. Здесь же, тем не менее, Стики прямо в стартовый закуп. Это очень круто работает. Уже реализовал их. И старт по крипстату очень крутой. 5 днф против 5 от Финда. А полосхитом и вовсе ведет. Тем более сейчас мало из-под, судя по всему, стакнет. Да, из-за контроля сразу же руна воды. Теряет чуть лейновый фарм, но... Вот таким вот образом доберет через лесок. Заметьте, насколько все красиво сейчас сделал. Ни одного крипа не пропустил. Сбегал за руны, восстановил ресурсы. Опыта тоже не потерял. Успел стакнуть. Передвижение вообще идеальное. Сейчас завосхитил крипов и арбл одновременно вот в эту застаканную пачку кинул. Ну, все-таки 12 тысячам ОМР. Действительно опыт чувствуется. На миде все делает по красоте. Мид он выигрывает. Кривстад у него идеальный против СФ. По ресурсам все хорошо. Вот, мне кажется, под шестой уровень даже можно попробовать напрячь этого СФ. В идеале, конечно, иметь какую-нибудь четверку, которая может вот так под шестой уровень пока выходить под дремку и учиться. Там, не знаю, ЕС. Это самый идеальный пример. Земелья просто вкатывается под дремку и спокойно убивают. Без четверки будет немного сложновато, но, как по мне, все равно по дарбу что-то можно придумать. Да, вот, смотри, действительно так и делает. Там у парня, правда, капелька. Если бы не капелька, он бы уже умер, а так немножечко с дилем погиб. Паку тоже стоит каплю купить. Все-таки против СФ играет. Вообще вот так вот против СФ под шестой уровень часто можно его вот так вот убивать. В этом плане он уязвим, особенно если не купил каплю под дремку против, ну, если еще Паку Кань-4 помогает. Вот СФ очень важно как-то по XP не просесть, потому что у Пака очень шестой уровень сильный по сравнению с СФом. Ну и вот, как видите, сразу же, как бы, Вичбейт. Стандартный выбор. Сапоги не грейдятся. Вот эти два нулика покупаются, чтобы рейнджерика покупать. Ой, добивать с арбы. Плюс стики грейжены. И сразу же, этот Вичбейт самый дефаутный билд. Самый эффективный. Вичбейт просто предмет, который прям создан для Пака. Куча урона. Сразу же его можно реализовывать на сайт-линии. Под дремкойл, опять же, легко можно киллы делать с этим Вичбейтом. Дэмэдж нереальный. Предмет крутой. Чуть-чуть сейчас не пошло, но, опять же, как ювелирно. Стакается малый спот, контролится руна. Арба на линии и уже готов в любой момент подключаться. И одновременно фармит малый спот и берет баунти. Вообще, время не теряет. Опять же, смотришь на Пака, ощущение, что этот герой с любой линии в руках этого игрока способен иметь 4,5 тысячи натворса или 5 к 10. Хороший уровень. Блин, настолько все красиво делает, честно. Вообще, как робот реально какой-то играет. Я теперь вижу, он только что убивал крипа. Арбой и на этой арбе уже на бот мувается. Красиво все делает. Ну и смотри, тут по дремку можно добылки оформить, если дремку по двоим зайдет. Пока что просто на лишрока накинулся на него, дремку тоже не пожалел. Ну если еще и Марсу убьет вообще больше. Арба 3 секунды, да, тоже убьет. Красота. Столько идеальный выход, оба фрага еще и ему достались. Что невероятно круто. И смотри, опять кинул арбу так, что оформил килл и поближе к руне, поближе вот к этим крипам. Идеально кнопочки нажимаются. И опять же, даже если бы его рассекретили на боте, дальше если бы ганг от меню, он просто сделал телепорт, он на тот момент уже откатился. Он не пропустил бы в миде ни единого крипа. Либо пропустил бы совсем чуть-чуть. Возвращаясь пешком. Потому что уходил сразу же после убитой пачки и убивал его над скиллами очень быстро. Ой-ой-ой. Как же стрёмно. Тут еще и лишь рак, смотри-ка. И у СФ очень много муспита. Мана не остается. Ну и смотри-ка, захилы от шадоу демона. Можно будет трэм скиллом в случае чего прыгнуть. Есть еще шифт. Красотичка. Да, и смотри, сейчас еще и на развороте наваляет. Хотя, блин, три героя. Страшно навалять на развороте, можешь сам себя убить. Хотя, смотри, какая рыба просто по всем героям прошла. Убили лишь ракар, али на развороте. На секунду казалось, что он там вообще никак не выживает. Вот еще один из плюсов Вич Блэда, что он собирается очень удобно. Для пака это вот эти два идеальные предметы. Что роба, которая тебе дает 6 интеллекта. Блиц Наклус тоже. Приятно собирается. Недорогой предмет. 35 скорости атаки. Кайфово собирается очень этот Вич Блэд, как по мне. Недорогие еще вот эти все предметики. Чинмейл, роба, Блиц Наклус. И дешевенькие чисто. Легко купить. Поэтому и с тяжелых стартов Вич Блэд покупается. Так, смотри, очередной крутой файт. Дремкоил на СФ убийствовали широка. Правда, СФ пришлось отпустить немного, видимо. С Дремкоилом он поторопился, но ничего страшного. 4-0 уже счет. Опять же, если бы он знал, что СФ без ультимейта, они бы с ПЛ обсудили бы то, чтобы пойти до конца. Наверное, СФ сейчас с ультами на 6 можно открывать. Он от этого намного слабее не будет. Он все еще будет работать. Но, кстати, интересно, вот этого парня с LNG-су скоро заметят какие-нибудь команды. Просто, ну, выглядит это интригующе. Парень играет. Потому что топ-100 у него ранг. Очень много пабликов играет постоянно с проигроками. Попадается. Мы смотрели игру, где был самый большой average. Вообще, наверное, со все время. Вот у тебя там 10200 ммр около того было. И вот этот парень в этой игре каким-то образом оказался. Но там-то он роль уступил все-таки. Там вообще мутанты какие-то были одни. Там пришло... 9 проигроков было. И вот единственное, это 7G-су. Вот даже интересно возьмут его в каком-нибудь, не знаю, стак потестить. Все-таки перспективы, как по мне, имеются. Молодой парень играет в паблики, стримит. Заметят ли команды какие-нибудь? Смотри, у нас тут опять жук по красоте сделал. Пачку одновременно арбой и на кем залетела арба. С предметом очень польза. Так, ты смотри, УСФ ошибается. Хотя он под абадоном. Под абадоном, по идее, не так сильно страшно. На, тут его абадон идеально сейвится. Тогда понятна логика. Ну, под хестой, смотри-ка. Доджет. Нет, не доджет. Еще и курьер погиб, но Гарри Ричебэйт передал. Так что не так страшно. Смотри-ка, запрыгивает. А это, по-моему, перебор. Ну да, смотри, тут без ресурсов остался. Все-таки намотался. Там, кстати, два игрока еще и, оказывается, не заметил, что на Марсе тоже ИС-Т1. То есть, Ку-Ку на Марсе. 23 Северч на Морфен. Команда Т1 заняла третье место на мажоре. Результат крутой. Тоже едет на Интернешнл, ребятки. Ну и Северч мы обожаем этого игрока. На своем сигнатурном Морфе. Тоже 12 тысяч ммр у паренька. Самый первый он именно 12 тысяч ммр взял. Вот, играет на кейре роли. Так, ну и смотри, у него сейчас Вичблэйд. С Вичблэйдом можно начать сноуболить. Еще вот по поводу Пака, кстати, не сказали. Герой, наверное, вообще один из самых популярнейших. Был на мажоре, на мид. Его даже на ФП часто могут брать. Универсальный довольный герой. Много спейса. Сам может много фармить. Контроль очень приятный. Крутые кнопки. Вичблэйд имбовый. В паблике тоже на х ммр. Топ-4 пикрейс. У этого персонажа, если мне не изменяют память. Но, я так понимаю, с Паком мы последние дни видимся. Мне кажется, очень велик шанс того, что героя убьют вообще в нули. Ну, потому что, ну, такой пикрейс и винрейс обычно Габен не любит, так сказать. Ты, кстати, смотри, смоки. Ну, тяжело нападать, когда рядом Абадон. Абадон очень хорошо сейвит. На самом деле Абадон и под Пака. Против Пака очень крутой герой. Против Дримко его сейвить. И выгнул, выгнул с Файта Морфинга. И Марс становится очень легкой целью на таких условиях. Талант 10-го открывает на 11-м уровне. Именно урон предпочел. Альтернативу вообще берут или нет, с момента, как талант меняли. Чуть не обращал внимания. Раньше талант на Рэншкул. Вот только в этом билде через Вэлл в теории могут взять. Но вот под Вичблэд, как по мне, всегда урон. Тем более 25 на самом деле много. Даже очень много. У многих героев на 10-м талант на 15-м уроне. На 15 урона. А вот аж 25. На 10-м. Вкусно. Ну и на тут. Ну дальше пакать через Вичблэд. Продожи ты. Да, вот и талант именно на 11-м. Наверное, всегда берется. Потому что хочется взять в 4 арбу, в 4 Сайланс. Единичку, шифт и ультимейт. Это такой стандартный раскач, более-менее как по мне. Так что на 11-м наиболее оптимально. По поводу Вичблэда. Мы видели неоднократно, как паки стартовали через Вичблэд, но потом разыгрывались как колдуны. Без намека на рейдклик. Ну как-то даже на волшебнике, мне кажется, пофармить с 25 дэмэджа. Интереснее, чем Сайлансить на 0-75. Бесконечная Сайланса даже с талантом не будет. Какой себя талант чисто под... По 30-й уровень, когда у тебя лейт начинается, и вот этот талант появляется на той саде, и приятно. А так в самом начале этот талант не нужен. Ой, вот это настолько великолепное зеркало. Только-только убивают у Морфлинга. Моментальная ответка на Пээлла. Но справедливости ради, Марс засветился, пак его показал. То есть Пээлл, мне кажется, мог отойти. Особенно в момент, когда увидел, что на Морфа нападают. Опять же не трагедия, корами просто разменялись. Так, ну и пошел на базу, просто чтобы забрать дайгер побыстрее. Попробовать с дайгером что-то придумать. В принципе, сейчас он быстро на каунь линию придет. Ой, не успел тут на арбу нажать. Пришлось просто дайгер нажимать, немного времени потерял. Такая микро ошибочка. Ну тоже, в принципе, дайгер неудивительно. Такой достаточно стандартный выбор. На пака предмет все-таки обязательный. Ну вот на эсэфа сложно нападать. Потому что у него постоянно этот ободон сшивается за спиной. С щитком, с замакшенным, с койлом. Сложно что-то этому эсэфу предоставить. Так, ну смотри, тут какая руна сочная. Как же красиво напал вообще без возможности развернуться на него. Есть рюмкоил по двум героям. Интересно, будет ли эсэф разрывать связку, чтобы ободон задиспали. Он там щит, по-моему, в кулдауне. А пак просто цель попроще себе выбрал. Убивает Марса и по итогу минус 2 без размена. Аудитория на собратящем Лишраке чё-то вообще не идёт. 1-6 бегает пока что. Но Лишрак опять же... Немножко не для... Поддержки герой. Его очень тяжело как саппорт реализовать. Ну, под Марса, кстати, Лишрак вообще идеальный. Персонаж под копьё очень легко застанет. Варенье тоже можно дамеджи дофиге ещё выдать под Марсом. Крутая тема, как по мне. Так, ебая, пока что тревола. Тоже всё довольно-таки стандартно. Тревола очень крутой предмет. Куча фарма, куча скорости передвижения. Постоянно можно под римком что-то придумывать. Желательно с командой. Вот, а дальше... Интересно, как дальше будет вообще предпринимать. Там всё-таки реально может переобуться пак. Просто в мага дефлотного пойти. А вот можно какой-нибудь дезератор прикупить с талантом на 15-м. Так, Аббит очень часто играл. Из команды ЕДЖИ, которые второе место заняли. Вот он частенько делал именно вот такого пака, который и с руки наваливается. Ну и основная вообще причина, что запушить можно очень быстро с этим дезолятором. Потому что пуш-потенциал появляется. Так, смотри, Марс далеко заходит. Настинг Тусе это сразу же понимает. И будет охотиться. Т1 Тауру всё ещё стоит на 20-й минуте. Как это непривычно видеть. Это должно помогать. И как бы я отрывала таким образом, можно без смены слотов поиграть. Но интересно, что он продал стики. Вместо того, чтобы дыскать бота в рюкзаке, например. А стиков не хочется отказываться на паке. Тем более, если ты уже с ними играешь. Когда ты вообще их не покупал, это одно. По-моему, соперники вообще офигели. Прям под Д2 куда-то суются. Ну, смотри, да. Просто СССР жертвует собой, чтобы его союзники вышли. То, что, ну, видимо, почувствовал, что, ну, слишком далеко они пошли. А потом тут не отпустят. Ну, хорошее, да, решение. Понял, что все это уже борщ. Пошел хотя бы с собой пожертвовал, чтобы команда не погибла. Так, там резко на Рошана напали, ты смотри. Идя по темпу, это вообще идеальный момент, чтобы Рошана забрать. Вот как раз оккупировал вражеский лес. Захватил аванпост. И просто никого не подпустит к этому Рошану. Это легкий Рошан по идее до Родианс. Даже смотри, может себе вот так вот позволить на базу. Слетать, чтобы ману восстановить. Ну, потому что понимаешь, что в сопернике уже не успеет подойти Рошана. Смотри-ка, Лишрак здесь что задумал. Немножко в другом месте, Лишрак. А дремку он с любого не хочет? Все хочет. Не будем с Лишраком прощаться. Красотища какая. Дремку и вы заметите, вообще не жалеет по игре. Только только видит идеальную возможность, сразу же нажимает и не важно, какой там герой. В этого Лишрака куча дремку и вы в этой игре улетела. Все-таки играет активно. Дремку и у КДшиса не так много, жалеть его не надо. Ой. Нормально. Только сейчас он в двоечку, причем, до дремку и прокачал. План пятнадцатого на атаку из шифта. Такой покрыт кликер будет и в кикбе Аскаде. Наверное предметы лучше и не придумать здесь. Там три ранжевика, два из которых Кора первая и вторая позиция самые важные. Там есть и хил, и диспейлы есть. Аскаде не диспейлятся. Режет хил. Очень сильно замедляет рейнжи, особенно сильно. Ну и расширение. Пула хп, пула маны, 25 урона, 25 атака спида. Тоже очень приятно. Смотри, сразу же выбивает ультимейт Сабадона. Ну же вообще жесть, конечно, происходит. Бедный Морфлинг, еще сейчас один остается. Дремку, его на него не жалко. В размен на Варок он это сделал, ух ты. Это он хорошо придумал. Выкрутился все-таки просто бэкбета по аут. И на Сингтусе на месте вообще не стоит. Моментально не получилось сделать фраг на Морфлинге, сразу делает ТП в бот. А тут лишь врачок. Вообще не подозрел вот такое, потому что он на карте только что всех видел в топе. И такое, ну, реально сложно прочитать, потому что ты видишь, что там вчетвером фигачат водичку. И ты не можешь ожидать, что моментально у тебя за спиной вот этот пак окажется. Мне кажется, вот в этом моменте можно понять лишь врачка. Много бы кто-то вот так вот нафидел. Причем тревелай, это чаще всего фарм инструмент. И видишь тревелай, сразу понимаешь жадность. На некоторых героях пак идеальный вариант, наверное. Это очень крутой инструмент для убийств. Брони 6 секунд, по-моему, прошло с момента, как Пак пропал с Вижена и как он уже начал убивать Лешего. Уп, сразу же в тулов. Только вот DreamCold 3 секунды как-то переждать. А, ну, и его это не особо волнует, все равно прыгает. Шит, кстати, потраченный. А ты собесед сейчас ультовал, как думаешь? Не могли брать шанса на ZXF 10. Ну, сутри, на самом деле, файт получился такой. ZXF улетел, убили Драгонайте. Настолько, насколько же он неуловимый, просто жесть. Хотя вот сейчас мана закончилась. Придется на базу лететь, ресурсы восстанавливать. Ну, она так и делает. Опять же, пак, герой мобильный, вернется он обратно. Супер быстро. Дал команде Space ССФ потрогать. Выбили ультимейт из этого ССФ. Он без Аркин Длинка, пока без Акторина, без таланта на ГДР. Он вообще с 14 уровнем, бедняга. Ах, ты чё, бедняга? Наверное, лучшее, что можно увидеть в доте, как ССФ бегает 14 уровнем, 25. Еще и против пака в миде. Я впервые вижу, как пака выиграл мид у ССФ. Кстати, может быть, финальный файт. Если им, по сути, еще с драку выиграть, уже можно игру спокойно заканчивать на хг заходить. Ну, да, пора у них слишком большое преимущество. Дофиге, сейчас пейсапак создал. Дофиге, человек его форумил. А все еще бэкбшки, еще нету ССФ. Этим тоже надо воспользоваться. Ну, они этим и занимаются, в принципе. Так, ну все, минус два героя, можно на хг заходить сейчас еще и и Марсу жизнь испортит. Востока мобильный герой просто же с этими тревогами, он, наверное, может и героев фармить, и крипов фармить, и сам. Туда-сюда бегает, постоянно ресурсы на базу восстанавливает. Сколько раз мы увидели, что мы просто тэпо на базу делает и быстренько обратно возвращается. Красота. Не знаю, пускай где полетел. Асказина 26-й. Пул хп за 2200. Все только что 1000 с копейками было. Монопул тоже под 2000. Брони причем 20. Тоже момент немаловажный. И опять же, режет хил об аддон, режет восстановление здоровья. Морфлингу. Очень сильно замедляет вот этих трех ранжовых героев. И это не развеивается ни ультом Баддона, ни тримскиллом Баддона. Ты смотри, там хайф происходит. Как раз можно с Кадди реализовать под ультимейт... О, еще под бкбшкой сэфа. Решили попробовать. Последний шанс. Блин, ну сколько же Лешрак не шевелится. Он еще, блин, ты видишь? Ммм, просто на месте стал. Вичу Блейд плюс с Кадди. Смотри, шифр нажимается рядом с морфингом. Морф тоже больше не шевелится. Можно было еще Дезолятор сделать, чтобы побыстрее закончить. Как вариант. На Скадди... Скадди, да. Скадди здесь очень круто выглядит. Вот этих героев. И чувствуется, насколько же... не передвигаются просто персонажи. Ну, крутой игрок. Интересно будет на Интернешнл на них посмотреть. Смогут ли форму растерять? Да, по сути, до Интернешнл не так много там. Че там, полтора месяца? Ну, два месяца, ладно. В игре настолько же сильно разваливать дальше или... потеряют форму. Не совсем понятно. Девушки отдыхают. Ну, смотри, как Морф пытается отбиваться. Правда, этот конвейер начинается. Судя по всему, чуть-чуть нужно было дождаться, пока их будет пятеро. Но подставляется Марс. Сразу же за ним тиммейт. Из одной команды на морфинге. Пошел. Мне этот конвейер уже не остановить. Да, я даже сходу был не конвейер. Не думаю, что есть шанс отдыхаться против такого пака. Опять же, у ОПЛа был неограниченный спейс продажей. Ну, пак, да. В этом плане идеальный герой. Очень много спейса создает. Сам фармить, фармить может. Он и своего тиммейта тут нарисовал. Ксинкью. Ну, крутые, да, ребята. На самом деле, мажор, ну, как по мне, не такой интересный получился. Как-то, не знаю, в одну калитку. Это интересно было смотреть, как другие команды играли. Там Занигму очень сильно болел душой. Надеюсь, что у них получится DPC очков набрать. Однако вылетели, к сожалению. Ну, вот эти ребята просто жесть. Даже как-то скучновато вышел, потому что им реально никто конкуренцию не смог создать. Просто всех развалили. Без шансов. Вот у них реально еще такие игры постоянно. Вот я с первых же дней просто мажора офигевал, что они могут, не знаю, 0-10, 1-10 играть в начале. Потом просто они какие-то смоки нажимают, парочку тимвайпов делают, и все, сразу же фрикатка. И вот так раз за разом вот то, как они смоки реализовывают, это просто какая-то жесть. Какую они позицию постоянно в файтах держат. Вот смоки у них вообще коронные какие-то. И всем огромное спасибо за просмотр. Если видео понравилось, то обязательно ставьте лайки. Также у нас совсем немного остается до 100 тысяч подписчиков. Мы мечтаем о серебряной кнопке. Если вы нас к этой мечте приблизите, будем очень благодарны. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok